В нашем мире все взаимосвязано, духовное и материальное. И мы знаем, что без божественного начала не может существовать материальный мир. Об этом свидетельствует и праздник Святого Богоявления, который накануне отмечала Православная Церковь. В день крещения Господа Иисуса Христа, святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл, совершил божественную литургию и чин великого освящения воды в Московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. В праздник Крещения Господня на утреннюю литургию в старинном московском соборе в Елохове собралось большое число молящихся. Святое Богоявление для прихожан собора – престольное торжество. Богослужение в этот день возглавил святейший патриарх Кирилл. Крещение Господня – один из 12 главных церковных праздников, напоминающих о том, как Иисус крестился в водах Иордана. Он также называется Богоявлением. В этот день миру явилась Пресвятая Троица. Бог Отец провозгласил о Сыне с небес. Сын принял крещение в водах реки Иордан, и Дух Святой сошел на него в виде голубя. По заомвонной молитве при пении тропарей глаз Господень на водах священнослужители вышли в центр храма, где было совершено великое освящение воды. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в Елоховском соборе со словами проповеди, в которой поздравил всех с праздником Богоявления и призвал чад Русской Церкви чтить принесенные для поклонения с Афона дары волхвов и другие святыни, связанные с религиозным опытом и впитавшие божественную благодать. Благодать Божия через рождение, крещение, жизнь, страдание, смерть и воскресение Спасителя не изведена народ человеческий. Под благодатью мы подразумеваем частицу божественной природы, часть божественной жизни, его силу и его энергию. Вот эта самая божественная энергия и снизошла народ человеческий через Господа Иисуса Христа. Мы знаем о существовании чудотворных икон, мы знаем о существовании чудотворных предметов, И сегодня мы все с вами были соучастниками таинства великого освящения воды, когда вода тоже физический, химический предмет, физическая и химическая субстанция проникает благодатью Божию, не теряя своих свойств материальных, но обретая особое духовное свойство. Другими словами, весь многотысячелетний религиозный опыт людей свидетельствует о том, что божественная сила действует не только прямо на сознание, ум, волю или физические силы человека, но она и передается через предметы, которые Богом избираются для того, чтобы быть хранителями, хранилищами и раздаятелями благодати. Указом Святейшего Владыки к празднику Богоявления Богоявленский кафедральный собор в Елохове в связи с его особым духовным и историческим значением для столицы был удостоен самой высокой церковной награды – право служения Божественной Литургии с отверстыми вратами до Отчих Наш.